Весной природа пробуждается, а все вокруг оживает, будто просыпаясь после зимнего сна. В это время по доброй традиции начинает преображаться и городской округ. Рабочие убирают листву и валежник, очищают тротуары. Масштабная работа началась на дворовых территориях. Здесь избавляются от скопившегося мусора на дорогах, детских и спортивных площадках. Месяц чистоты и благоустройства уже заметили и оценили жители Химок. Инициатива замечательная, которую мы поддерживаем руками и ногами. Все мы жильцы, я имею в виду. Вышли с инициативой, с просьбой облагоустроить нам двор, засадить аллею по центральной улице, так как у нас здесь все деревья погибли или вырублены. На что Дмитрий Владимирович тоже, соответственно, дал свое распоряжение. И мы с соседями будем готовы посадить и участвовать в благоустройстве своего двора. Аллеи быть уже в этом месяце здесь высадят деревья, заверил Дмитрий Волошин. Что вы хотите, липу или плодовые, или хвою, что вы хотите. Согласуйте, какие деревья хотят жители. И давайте вместе посадим и сделаем аллею. Замечательно. Договорились. Спасибо. Теперь ежедневно рабочие будут делать городской округ еще чище. Так, управляющая компания «Жилищник» благоустроит около 380 дворовых территорий. В этой работе задействовано более 300 человек. К слову, свои предложения по благоустройству вносят и сами жители Химок. В первую очередь с председателями обходы мы делаем совместные. Председателей слышим, встречаемся с ними. Хочу сказать, что уже с середины прошлого месяца офис открыт 5 дней в неделю для того, чтобы можно было задать любой вопрос, оставить свое заявление и поговорить с любыми специалистами. Особое внимание уделяют, разумеется, и самим многоэтажкам. Например, ремонтируют подножия домов. Сначала цоколи зачищают, затем заделывают щели и уже после красят поверхность. Всего в списке ремонта более 1400 многоэтажек. Насколько аккуратно выполняются все работы, оценил глава администрации городского округа Химки Дмитрий Волошин. В принципе, здесь легко она выбирается, если нормально шпатывает. Обратил внимание Дмитрий Волошин и на прилегающей территории. По словам главы, шины возле подъездов необходимо убрать, взамен сделать цветочные кломбы. Вы сделаете здесь нормальный цветник. Если просто убрать шины, конечно, люди возражают. А вы сделаете предложение. Мы же говорили об этом, о том, что мы хотим, чтобы цветы были в каждом дворе. Всего благоустроят более 600 дворов. Коммунальные службы ремонтируют лавочки и мусорные баки. Старые заменяют новыми. Приводят в порядок также входные группы многоэтажек. То есть крыльца мы, где разрушены, восстановим. Цеколя, соответственно, тоже восстановим. Стенды приведем в порядок. Где необходимо это, сделаем рехление земли, выпрямим участки. И также под восстановлением в этом году у нас порядка 8 тысяч квадратных метров. Это газона. Там, где после зимы пришли негодность. Генеральной уборке подлежат и сами подъезды. Рабочие очищают лестничные проемы, моют окна. Этой работе уделяют особое внимание, подчеркнул Дмитрий Волошин. В течение этого месяца будут вымыты тотально все подъезды приведены в порядок. Все подвалы, чердачные помещения там, где они есть. То есть внутри дома также необходимо уделить отдельное внимание этой тематике. И в целом после зимы достаточно большую часть работы необходимо будет выполнить. Благоустраивают и общественные пространства. Одно из таких сквер юбилейный. Сегодня излюбленное место жителей Химок также приводят в порядок. В первую очередь рабочие убирают нерастаявший снег. Здесь также убирают ропинки от мусора и сухих веток. Впереди реконструкция малых архитектурных форм. В течение месяца преобразят около 130 парков и скверов. На дорогах уже приступили к замене бордюров. Вдоль полотна облагораживают газоны и клумбы. Отдельно на парках убирается 50 человек. Порядка 13 единиц техники. Усиленные работы идут по графику. Но, естественно, мусор и основные работы идут постоянно закрепленными дворниками. Сегодня улицы, дворы и парки будто вдохнули свежий глоток воздуха. Миссия чистоты и благоустройства только стартовал. Теперь дело за малым. Бережно относиться к труду рабочих и сохранять благоустроенный вид общественных пространств. А это под силу каждому жителю Химок. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.